Приветствую вас, дорогие зрители, меня зовут Искал. Сейчас 20 сентября 2023 года. Дополнение вышло где-то, я даже не знаю, когда оно вышло, если честно. Такие вот дела. Парадоксы, благодаря сотрудничеству, прислали мне ключик для дополнения нового, и я решил сразу записать несколько видеороликов по новому дополнению. Вот они, новые страны, которые нам добавили. Швеция, Норвегия и Дания. Мы сегодня с вами посмотрим все новые механики, которые добавили в этом новом дополнении. А также с вами заценим геймплей за Швецию. Это будет наша первая страна, за которую мы с вами поиграем. В дальнейшем, прошу вас, ребят, каждый день заходить на мой канал, потому что завтра после этого ролика выйдет ролик про Финляндию, а послезавтра ролик про Данию. Такие у нас, ребят, с вами будут дела. Сегодня мы посмотрим на новую видоизмененную Швецию, а также заценим все новые механики, которые предлагает нам Hearts of Iron. Мне кажется, будет очень и очень весело. Сначала мы с вами глянем на пользовательские правила игры. Смотрите, теперь у нас, по идее, если промотать в самый низ, вот они, да, Исландия, Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция. Для всех этих стран теперь можно, как бы, выбирать собственный вектор развития. Посмотрите, сколько здесь много всякого на Швецию, а на Норвегию, сталинисты, троцкисты, финны тоже не обделены. Но, как вы поняли, самое интересное, это у нас Швеция, потому что Швеции очень-очень много. Хочешь точно так же интересно воевать в Hearts of Iron 4 и иметь все возможные механики, и не только? Тогда позволь мне посоветовать тебе замечательный сервис по пополнению баланса в Стиме – Battle Pass. Хочешь купить себе какую-нибудь новенькую игру в Стиме, а ключи слишком дорогие, пополнить баланс негде? Тогда Battle Pass решит твою проблему. Этот замечательный сервис уже помог пополнить аккаунтов на 720 тысяч. Пополни свой баланс очень просто на данном сервисе, смотри внимательно. По моей ссылочке в описании заходите на сам сайт. Вводим свой логин в Стим, очень важно отметить, что никакие авторизации и пароли вводить не нужно, за это огромный респект. Дальше пишешь сумму, на которую нужно тебе пополнить баланс, и выбирай любой способ оплаты, тут есть все, от киви до крипты. А по моему личному промокоду, который ты видишь прямо на экране, искал, ты получишь неплохую скидку на первое пополнение, этим нужно обязательно пользоваться. Если вдруг у тебя возникнут вопросы, то в Battle Pass работает круглосуточная поддержка, которая поможет быстро разобраться в любом вопросе. Кроме того, что можно пополнить баланс со Стима, на Battle Pass можно купить валюту для таких игр, как Genshin, Roblox, PUBG, Apex и много других игр. Либо же закинуть деньги на Blizzard, Xbox, либо PCN. Выбирай, что тебе нужно, и пользуйся на здоровье. Пополняй свой баланс через Battle Pass и покупай любимые дополнения и любимые игры. Жду тебя в новом дополнении по Hearts of Iron 4. Ссылка на Battle Pass в закрепленном комментарии в описании. Используй промокод искал. Ну что же, друзья, добро пожаловать в модификацию. И сразу, что я хочу первым делом глянуть, это новое производство и все новое, что нам с вами добавили. Посмотрите, вот так теперь у нас выглядит видоизмененное производство. Здесь можно делать военно-промышленную организацию. У нас с вами есть поначалу какой-то пехотный производитель. И для каждого нашего производителя будет возможность настраивать разное производство. То есть мы будем либо улучшать стоимость производства, ускорять производство, ну короче, внедрять новые технологии, так сказать. Потому что, смотрите, по пехотному вооружению мы можем с вами изучить, например, прицелы новые, как бы да, качественные материалы. Потом использовать в производстве улучшенный проект пуль, либо бронебойные снаряды, противотанковая атака и бронебойность. Короче, очень много всякого, мы будем с вами, конечно же, этим заниматься. Вот так теперь у нас совсем по-другому выглядит наша новая промышленность. Мы можем видоизменять все, что только захотим. И это сделано очень и очень классно. Отдельное ВПО на самолеты. Отдельное ВПО на корабли. Отдельное ВПО, конечно же, на танки. Со всем этим делом мы будем с вами разбираться, изучать. Ну и, конечно, с выходом нового дополнения появилась возможность по-настоящему отыгрывать мирно за разные страны. По исследованиям мы с вами пойдем на изучение пехотного вооружения. Выбираем производителя, который будет это все дело исследовать. Теперь это так делается. Вот, например, хочу изучить улучшенное пехотное вооружение. Мне нужно выбрать соответствующее ВПО, которое будет этим делом заниматься. В данный момент это шведская организация по производству пехотного вооружения. Но мне сейчас это не надо, не надо, повторюсь. Поэтому пока что я иду в промышленность. Промышленность, базовые станочки, конечно же, электроники. Национальные фокусы. Вот такие вот у нас огромные национальные фокусы на Швецию. Согласитесь, фокусы стали намного красивее и намного больше. Понятное дело, что я делаю первый монтажик по этому дополнению в очень сырой версии игры. Но я думаю, тут все будет понятно и никаких особых багов мы не встретим. А если ее встретим, то они уже пофикшены ребят на релизе. Будьте в этом уверены. Повторюсь, я записываю ролик задолго до выхода дополнения. Акт об обороне. На Европу снова надвигается война. И парламент должен принять непростые решения. Самое важное из них. Акт об обороне. Способный разделить правящую коалицию на части. Будет доступно событие. Правительственная комиссия рекомендует перевооружение. Начнем. По военным заводам и так далее. Ну что же, наверное будем производить с нами как можно больше пехотного вооружения. Отлично. Войска специального назначения также у нас появились. Смотрите. Наверняка вы про это читали уже в своих дневниках разработчиков. Респект за это. Мы можем сконцентрироваться на ВДВ, на горных стрелках, на морской пехоте. То есть тоже очень все классно сделано. И я наконец-таки рад, что эту тему переделали. Теперь реально спецназ будет решать очень и очень много. Через спецназ мы сегодня и будем с вами играть. Так, по фабрикам. Наверное будем застраивать в самых наших развитых регионах как можно больше промышленности. Займемся поначалу фабриками, затем перейдем на военные заводы. Вообще Швеция по нашим национальным фокусам может стать очень сильной и крепкой страной. И мы должны к этому стремиться, мои кореша. Назначаем наше ВПО на производство пехотного вооружения. Теперь наше ВПО занимается производством пехотного вооружения. И это очень и очень важно. Теперь из-за того, что мы подрубили новое ВПО к нашему производству, мы теряем немножко политической власти. Но при этом получаем неплохие бонусы на наше пехотное вооружение. И тем самым можем развивать наше пехотное вооружение в будущем. Получая всякие бонусы при производстве. Это очень классно. Ну что ж, давайте запустим время и посмотрим за этим чудным миром. Также хочу вам сказать, что немножко переработали все разные провинции. То есть теперь мы, если посмотрим, у нас по-другому выглядят разные важные провинции, которые участвовали в той или иной войне. То есть видите, Мюнхен выделяется, в Советском Союзе Смоленск, Минск. То есть они везде по-разному выделяются. Это тоже очень важно, ребят, отметить. На данный момент у меня сейчас со многими странами открыт доступ к рынкам. Мы можем с вами путем дипломатических игр договариваться с разными странами насчет доступа к рынку вооружения. Можем продавать вооружение и отыгрывать тем самым мирно в нашей с вами игре. В будущем, конечно же, покажу, как все это дело работает. Так, на данный момент у нас переведено где-то полностью 80% игры. На релизе это опять же все исправлено. У нас с вами нейтральная внешняя политика, народная Швеция, Густав Пятый, бывший автократ, то есть наш бывший король, сильный недостаток боеприпасов и есть у нас с вами идейка на развитие Швеции. По нашей армии у нас такие базовые шаблоны, ничего особенного. В принципе, все осталось на круге своя. Спецназ теперь у нас вот так располагается. Нету больше никаких интересных исследований на спецназ, но оно и хорошо, будем честны. Но в дополнение также, как вы видите, было введено очень много разных интересностей в другие исследования. Например, самолеты. Посмотрите, сколько новых исследований стало. Так, по нашим национальным фокусам, акт об обороне выполнен. Смотрите, мы дальше можем пойти на несколько просто огромнейших путей, которые у нас есть. Самая главная наша ветка левых фокусов, это бонусы. Бонусы на нашу армию. Здесь мы можем изучить свой первый танк, обстановка накаляется, получим разные бонусы, наземная воздушная война. Короче, все, что связано у нас с войной. По большей части здесь мы получаем бонусы на нашу армию, бонусы на наше новое ВПО, потому что все эти национальные фокусы друг с другом очень сильно связаны. Кроме того, что у нас есть возможность пойти на военную нашу тематику, здесь есть урбанизация. Понятное дело, развитие нашей страны, открытие новых институтов, получение большого количества фабрик, стабильность и все в этом духе. Наша политика. Здесь у нас уже идет разногласие полное, потому что здесь мы можем с вами перейти в другие идеологии, либо остаться в своей же идеологии. Старый враг не успокоился. Нам нужна мировая напряженность, поддержка войны, и мы сможем это дело выполнить. Как вы видите, Старый враг не успокоился, это Советский Союз. После кровавой гражданской войны и десятилетия масштабной индустриализации, Советский Союз желает вернуть себе контроль над землями Российской империи, и не только над ними. Если мы не хотим, чтобы государство Советский Союз затянуло на свою сферу влияния, надо быстро готовиться к войне. Здесь, опять же, предстоит выбор на объединение с разными скандинавскими странами, либо свой интересный путь по фашизму. Мы здесь можем стать рейском миссариатом Третьего Рейха, либо потом сбунтоваться против Третьего Рейха, а здесь мы можем пойти по собственному пути, и даже в конце концов получить возвращение Руси. Такие вот дела. Вот эта вот веточка фокусов, она представляет собой продолжение нашего пути на индустриализацию. Продолжение индустриализации – ключ к процветанию безопасности народа. Следовательно, мы должны обуздать силу новых технологий. И тд, и тд, и тд, и тд, и тд, и тд. Здесь мы можем с вами пойти уже по пути коммунизма, потому что изначально Швеция предрасположена к коммунизму и демократии. Для всех стран, которые у нас здесь доступны, с вами есть вот такая вот одна веточка национальных фокусов. Это только скандинавские страны в этой веточке национальных фокусов могут участвовать. Эти фокусы позволяют развивать альянс этих государств. Вот видите, все эти страны должны состоять в одном совместном альянсе. Если они будут состоять в одном альянсе, каждый участник будет получать хорошие бонусы, неплохие бонусы, какие-то агентства, военные заводы, общие рынки будут открываться. Короче, в этом духе. Ну, мы еще потом посмотрим на этот путь. Правительственная комиссия рекомендует перевооружение. В 30-м году государство назначило парламентское голосование по будущим тратам на оборону Швеции. Крестьянская партия вместе с умеренными политиками проталкивает повышение расходов, в то время как премьер-министр Пер Альбин Хансон из социал-демократической партии выступает резко против и утверждает, что такое решение идет в разрез его видением социальных реформ. Риторика соседей становится все более угрожающей и бла-бла-бла. Короче, у нас голосование. Мы можем выбрать дальнейший наш путь. Мы можем отправить нашего первого Альбина Хансона в отставку. Можем, например, оставить его. Тогда будет при располитической власти очень маленькие негативные политические последствия. Но можем также назначить и другого политика в лидеры. Например, Аксель Персон Брамса. Сторонник перевооружения. Поддержка войны и стоимость производства. Но затраты на законы будут намного-намного сильнее. Либо можем выбрать правую оппозицию, прирост политической власти, темпы исследований. Такие вот дела. Все эти решения открывают нам дальнейшие пути для нашей страны. Я, наверное, выберу вариант крестьянской партии. Это лучший вариант для нас. Аксель Персон Брамстор стал у нас новым правителем нашей страны. И поздравляем его с этой должностью. Так, по производству, наверное, будем с вами... О, Германию охватила гражданскую война. Да. В этой каточке я решил поиграть на неисторическом фокусе. Потому что посмотреть, как будут развиваться у нас разные другие страны. Потому что изменили достаточно много всего. Поэтому посмотрим, что будет происходить. Посмотрим, посмотрим. Достаточно интересно. Сейчас нам нужно закончить наше перевооружение. И знаете, что бы я вообще сделал? Я бы расформировал все наши дивизии, которые есть. Получил бы запас, конечно же, пехотное вооружение, которое мне сильно нужно. Германская империя пакта о ненападении просит заключить. Давайте заключим. Я, в принципе, не против. Флот у нас также немножко видоизменился. Наш флот стал таким более-менее матерым, сильным. Тоже очень хорошо. Хотя бы мы теперь можем хоть что-то показать на этом темном свете. По дальнейшему исследованию, конечно же, артиллерия. С привлечением производителя артиллерии. Вот так мы делаем. Отлично. В будущем будем производить арту. Королевство Польши там коронует монарха. Такие вот дела происходят. Мир монархии потихонечку образуется. Мы тоже можем с вами привести монархию. Но пока что нам это не надо, я думаю. Государственные контракты на оружие. Погнали. Финансы плюс 300. Новая валюта здесь, кстати, добавилась. Это финансы. На самом деле, я пока что не сильно понимаю, как эти новые финансы работают у нас вообще в целом в нашей стране. Посмотрим. Так. Открылся рынок международного вооружения. Доступ к рынку у нас имеет очень много разных стран. Настройки рынка. Автоматически запрашивать переговоры. Доступ. Автоматически принимать запросы на покупку. Это мы пока что делать не будем. Мы можем купить разного снаряжения. Например, сейчас Великобритания продает неплохое количество пехотного вооружения. Поезда продает Франция. Продает конвой Великобритании. Такие вот дела. Есть также рыночные субсидии. Но будем со всем этим, друзья мои, разбираться потихонечку. Новые механики, может, и кажутся сильно запутанными. Но на самом деле, они достаточно легкие. Разобраться в них проще простого. Изучаем с вами строительство. И погнали дальше. Шведский всеобщий выбор 1936 года. Опять у нас выборы начинаются в нашей стране. Что мы можем сделать? Аксель неплохо справляется. Пусть продолжает. Либо можем назначить Хансона, получить дополнительные бонусы на его правление. Либо умеренный. У нас Аксель Персон выйдет на пенсию. Аксель неплохо справляется. Пускай у нас Аксель остается во главе нашего правительства. Мы с вами продолжаем дальше изучать разные национальные фокусы, которые у нас здесь доступны. Есть национальный фокус Мухобойка Бофорс. Бофорс имеет все возможности стать новым стандартным ПВО. Нужно обеспечить эту компанию необходимыми ресурсами. Бонусы на исследование ПВО. Открывать черту Мухобойка Бофорс. Это производство, конечно же. ВПО новое. Теперь тут ВПО будет очень много. Я боюсь представить, что там у Третьего Рейха, у Советского Союза. Так что мы можем с вами сделать? Мы можем с вами захватить компанию Лансверк. Долгое время позволяла германской армии обходить ограничения Версальского договора про разработки бронетехники. Если мы захватим, то получим с вами поддержку войны. Стабильность, конечно, уменьшится, но зато повысится скорость верительства военных заводов. Неплохо. И получим с вами два военных завода. Тоже достаточно неплохо. Но мы пока что это ничего делать, конечно же, не будем. А вот получить два военных завода на халяву для нашей страны было бы совсем неплохо. Вот я, походу, оказался прав, что Швеция будет самой проработанной страной во всем этом дополнении, потому что у Швеции самые большие и обширные фокусы среди всех этих стран. Ну, типа, да, посмотрите, Дания еще может похвастаться неплохими фокусами, но Швеция, конечно, впереди планеты всей. Она и по контенту тут шире, а все почему? Все потому, что разработчики и Швеции, конечно же, они свою страну будут проделывать намного-намного качественнее. Ну, я даже не могу их за это осуждать. Я бы точно так же делал. Национальный фокус не выбран. Двигаемся дальше по нашей политической ветке фокусов. Что мы будем теперь делать? Мы можем развивать наш военно-морской флот, но он немножко подождет, думаю. А вот создать оружейный завод Husqvarna, получить военный завод и бонусы на пехоту, на технологию поддержку, и еще получить финансы. Финансы, ребята, это вот наша компания, и чтобы ее развивать, чтобы она улучшалась, она должна получать финансирование, чтобы открывать новые разные исследования и улучшения промышленности. Поэтому мы должны финансировать через национальные фокусы, либо немножко по-другому. Такие дела. Новый военный завод у нас доступен, и наконец-то мы начинаем производство артиллерии. Через Бофорс, конечно. Бофорс у нас будет заниматься производством артиллерии. Один военный завод мы пускаем на производство пехотного вооружения. И у нас новые черты для военного завода открыты, это для артиллерии. Что мы здесь можем выбрать? Так, буксируемое орудие ПВО, штамповка стволов, прирост эффективности производства, либо противопехотная атака и стоимость производства. Вот эти два мы, наверное, самое первое выберем с вами, думаю. Поэтому усовершенствованная штамповка стволов. Берем, конечно же, и получаем дополнительные бонусы на производство. Неплохо. Так, дальнейшее, наверное, идем, конечно же, на изучение улучшенного пехотного вооружения с использованием нашего ВПО. И думаю, на этом я пока что закончу свой прямо такой углубленный экскурс по исследованиям, потому что я обычно исследования вырезаю. Но вы, ребят, думаю, все поняли, как это все работает. Сделано прикольно, сделано новаторски, скажем так. По-другому даже все выглядит. Займемся нашей страной, нашей армией. Кстати, здесь есть очень прикольный политик, лидер. И борец! Смотрите, атака против ведущих стран плюс 8% и защита против ведущих стран 8%. Согласитесь, неплохо. Принайме, установить правило может отправить добровольца, повышает силу фокуса наш крест. Неплохо, слушайте. Тут все так взаимосвязано. Прирост политической власти будет быстрее. Это самое важное, что можно сейчас сделать. Эбу бесплатную мы нанимать не будем. Даже не просите меня это сделать. Национальный фокус доступен. Мир потихонечку пока что переживает разные поворотные моменты в своей жизни. И мы продолжаем с вами развиваться нашей экономикой и промышленностью. Пушки я тут наблюдаю, конвоев очень много. И у нас произошла гражданская война в России. Причем восстала сама Россия, временное российское правительство. Наверное, все-таки у нас будет с вами мир монархистов, к сожалению. Либо к радости некоторым. Так, мы отвергнули соглашение. Какое-то отвергнули соглашение. Дальше мы берем старый враг, не успокоился. 35 дней. Погнали. Пойдем с вами более-менее по агрессивному пути развития. За какую-нибудь другую страну сыграем, наверное, более так-то, сказать, приближенно, мирно. Попробуем именно торговать со всякими странами. Там отправлять свое вооружение на продажу. И смотреть, что вообще будет происходить в мире. Но пока что я планирую так сделать, как уже сделал. Мы можем отправить Финляндии, если она воюет с крупной державой, вооружение. Можем оландский вопрос решить со Швецией. Швеция просит передать контроль над оландами. Нам, кстати, это пригодится. Либо, что мы можем еще сделать? Будет открыто решение защитить Финляндию. При выборе решения Швеция объявит государству временно российское правительство в войну. Будет добавлено путь к миру, остановка красной угрозы и так далее. Ну, а что, Швеция сейчас воюет типа с Советским Союзом? Да нет, вроде не воюет. Поэтому давайте оландский вопрос. Это шведская наша территория. Она должна принадлежать нам, а не этой Финляндии. Тут я полностью согласен с нашими друзьями. Немножко также переработали доктрины. Доктрины были переработаны. Там изменились модификаторы, бонусы. Но все это мы дело посмотрим. По снабжению все ли нормально? Финляндия соглашается, но не бесплатно. Так, смотрите. Финляндия заявляет, что готова уступить на Маланские острова, но подмечает, что испытывает сейчас нужду у деньга. Держава согласна передательным контролем над островами за определенную сумму из наших государственных резервов. Она пойдет на компенсацию быта. Так, что мы получим? Так, у нас на 365 дней. Блин, как же неприятно сделать, что здесь реально нету валюты. Добавьте пароходы уже в валюту. Деньги, добавьте деньги. Столько проблем, логических, нелогических, отметется у вас и станет легче нам. Ну давайте, оно того стоит. Скорость строительства минус 15% на один год. Зато у нас появились Аланские острова. Стоило оно того или нет, не знаю. Но вот что стоило точно, то, что я хочу не допустить красной диктатуры. Прирост базовой стабильности минус 5%, и мы с вами пойдем к королю. Раз у нас весь мир потихонечку превращается в монархический, почему бы нам тоже не пойти по этому пути? Так, просьба поддержки. Давайте, 70 дней. Влияние аристократии государств решается за последние десятилетия угасает. Но не пропала полностью. Заручившись, ее поддержкой и ресурсами мы сможем вернуть нацию к более естественной форме правления. Погнали! Кофе с королем. На тайной встрече в королевском дворце в городе Стокгольм лидеры разных националистических движений обсуждали с монархом свое желание увидеть, как Швеция вернет былую славу. После долгой дискуссии о том, как объединить разные движения в одно крупное, было решено, что когда придет время, король Густав вернет себе настоящий, а не номинальный пост правителя. Король поначалу колебался, но согласился играть более активную роль в политических делах. Начнет он с тура по стране, чтобы заручиться поддержкой народа. Я уже заручился поддержкой народа, так что давай. Атаковать объединение прав союзов на 730 дней минус демократия минус коммунизм. Погнали! Так, нам нужно организовать королевский визит. Так, контрреволюция. Густав Пятый пришел, кстати, у нас ко власти в нашей стране. Убежденный консерватор, максимальная укрепленность, стоимость награждения, скорость строительства военных заводов и он любит Германию. Но Германию, кто не любит, Германия у нас пошла по пути демократии, поэтому, судя по всему, нам придется с ней тоже сражаться. По национальным фокусам я, наверное, хочу финскую демилитаризацию устроить, для того, чтобы устроить полную финскую демилитаризацию. Что-то мне это напомнило. Нам нужно привезти сюда больше наших вооруженных сил. Назначаем вот этого командира вот к этому командиру. И вот оно. Начинаем, кстати, также учение на границе с Финляндией. И обязательно здесь увеличиваем пропускную способность снабжения. Так как, скорее всего, в будущем будет война против Финляндии, нам это пригодится, чтобы не истощаться. Кроме того, нужно, блин, со стабильностью что-то решать. Стабильность очень маленькая, и у нас общественные беспорядки. Кризис борьбы с голодом. Надо избавляться от этого по-хорошему, поэтому сейчас мы завершим национальный вот этот фокус. И пойдем на нашу экономику. Блин, ну мне либерализацию экономики надо устроить. Может, после этого все это дело пропадет, но фиг знает. Пресс базовой поддержки войны. Там регион был демилитаризирован у Финляндии. Вот этот вот самый главный регион. Теперь здесь не могут располагаться финские войска. Замечательно. Все, друзьяшки, я понял. Чтобы у нас в будущем не было никаких проблем с этими беспорядками, нам нужно иметь больше 40 фабрик в нашей стране. Поэтому, как вы видите, занимаемся сейчас в основном тем, что будем строить огромное количество фабрик. Остра Рикхалван. Финский суверенитет успешно подрывался нами последние годы. Теперь нам надо сделать последний шаг и потребовать у этого государства снова стать нашей маринеткой. И если они откажутся сделать это добровольно, мы переубедим их силой. Ну, че, придется так делать. Че я могу сказать? У нас вроде здесь наши войска готовы, в случае чего, напасть на Финляндию. Я думаю, нам этих войск даже хватит. К вопросу о государстве Финляндии. Всем очевидно, что Финляндия не выстоит против российской угрозы. Финны говорят о суверенитете и не могут понять, что то, что они воспринимали как независимость, не было завоевано политической или военной силой, а существует в результате хаоса, возникшего после русской гражданской войны. Таким образом, мы начинаем потихонечку превращать Финляндию в нашу марионеточку. Муссолини убит при попытке к бегству. Ладно, окей, хорошо. Это даже спешно звучит. О, правительственная идея удалена. Все, отлично. Теперь у нас никаких. Никаких, блин, не будет недопониманий со своими жителями, с правсоюзами. Никаких больше забастовок и так далее. Можно только вот это, что пропало, побыстрее. Будет супер. Продолжаем дальше самоизучение нашего вооружения. В основном сейчас я пробую что-то предпринять против Дании, потому что нас пригласила Германия в Альянс, и мы вступили по национальным фокусам, потому что это сильный союзник-демократ. Вот тут у нас вот такой вот национальный фокус есть. Типа Германия считается союзником. Дальше мы попробуем обвиняться своими владениями. И сейчас я вот претендую, как вы видите, на Данию. Я хочу датское расположение заслужить. На самом-то деле, вот эти национальные фокусы, по которым я пошел, очень жесткие у этой страны, за которую мы с вами, друзья мои, играем. Потому что за три национальных фокуса ты марионетишь себе полностью своего соседа, то есть скандинавскую страну, и становишься намного-намного сильнее. Сами подумайте, то есть достаточно имбовая страна у нас по факту выходит, там еще можно интегрировать все эти страны в состав своей империи, своей страны, и вообще стать максимально жесткой и сильной страной, что я и планирую сделать. Дания отдает датские заморские территории. Великолепно! Гренландия и Исландия теперь принадлежат нам. Вот она, Исландия. Кстати, у Исландии тоже появились свои национальные фокусы, как-нибудь за Исландию тоже сыграем. Судьба государства Дании. Датское правительство настолько слабло, что больше не сможет сопротивляться нашим направленным усилиям по доминированию. Когда-то мы были марионетками датчан, теперь же они станут нашими подданными. Мы отправили им ультиматум. Так, ну что же, неплохо, неплохо, хорошо, хорошо идет. Мне все нравится. Вот так это все как-то выглядит. Ладно, друзья мои, будем потихонечку заканчивать. Мы сегодня с вами посмотрели Швецию. Вот так теперь наша Швеция называется. Викет. Неплохо, неплохо. Стали мы вот такой вот страной. Дальше по решению мы можем интегрировать разные страны. Мы просто будем аннексировать разные страны. В конце концов, можем объявить о возрождении Шведской империи и получить огромное количество неплохих бонусов. На связи был Искал, друзья мои. Большое спасибо вам за просмотр данного видеоролика. У нас получилось такое мирное более-менее прохождение, хотя я думал, будет намного все агрессивнее. Будем воевать со всеми скандинавскими странами, но нет, не вышло, не повезло, не фортануло. Они все мирно сдались. Такие вот дела. Прикольная механика ВПО. Играть станет интереснее, развивать провышенность станет интереснее. Прикольная механика продажи и покупки вооружения. Если вам чего-то не хватает, просто заходите в магазин и закупаете как можно больше себе самолетиков, пехотного вооружения и так далее. На связи я был Искал, спасибо за просмотр и удачи вам в новой игре в новом дополнении. Пишите, как вам оно.